556. События дня. Эпиграф Матфея 12.30. Проверяю сестра Татьяна Капустина. Кто против меня и кто не собирается со мной, тот расточает. За 21 июня 2017 года. События дня. Заходить очень непросто здесь. Деньги высчитывают. Ну так-то связь есть. Наружная тарелка, все. Ну по скайпу и проще. Деньги прямо рекой. Как почему в городе там платят кто-то за меня 500 рублей в месяц и хоть сутками сиди. А здесь вот события дня. Целый день в трудах, потому что половина недели. Если дождики есть в это время, чем-то еще занимаются. Тем более мы все это все показываем. Ответы какие-то. Кто-то выступает. Это невозможно. Самые простые ролики, самые аполитичные, так сказать, встречают бурно с матюгами. Что? Народ такой. Он что-то знает, у него есть что-то представить. Нет. Нет. Приехала в гости сидит, если здесь. Ее начинают обзывать и материть. Народ совершенно сбившись. Я и говорю как народ. Это большинство людей такие. Зависть. Зависть поглощающая рекой все потопляет. Предали Иосифа из зависти. Из зависти тогда было, когда он не имел никакой власти. Ну, они видели, что он не такой. Это уже вне закона. В школе вот она с ними не участвует. И они ее что, схватили? Ну, четвером-то и потащили. Это мне следователь, который меня вел, рассказывает, говорит, Владимир Кузьмич. Затащили ее в подвал. Там четыре девчонки. Руки и ноги держали. А парни ее по очереди насиловали. А потом, говорит, затащили вроде наверх, где-то там седьмой этаж. И мочились на нее на лицо. И она их нигде ничего не говорила про них. И она бросилась с этажа, разбилась. Это даже ни в одной литературе нигде нельзя встретить. Нигде. Это новое, абсолютно новое поколение, приготовленное к вечной погибели. С чем она мешала вам? Она не такая. Не такая. Она в одуванчики не играет. Когда свет потушат, задерут подолы и с кем совокуплялась, не знает, что если забеременеет, чтобы она не знала. В темноте. То есть, даже, что знает, как бессловесное животное, тем расслевает себя. И вот здесь, смотрю сегодня, бывают отзывов больше десяти. На новые ролики, там бывает и на старые. Редко-редко, которые, ну, просто есть ему польза какая-то. Нет. Слово секта. Звонит по телефону вчера. А вот мне дали книжечку, и вот ваш телефон, визитку, видимо, там раздавали, дали так. Так, а вы секта? Я говорю, вы где живете? В Варнауле. Ну, в Варнауле, тем более, церкви открыты, перечисляю, собор такой-то. Секта. Она не знает ни одного слова. Я ей поясняю, где храм, какой можно купить, Слово Божие. Ну, это издательство. Она опять, это вы секта? То есть, вот это труд Дворкина. Она не понимает ничего, я посылаю ее в храм. Говорю, сходи на исповедь к священнику. Ну, то, чего у сектантов нет. Понятно было бы, нет, секта, или искушает, или... Она одно слово повторяет, это не зазомбировано, ничего. Они это слово любят, попы. Вот. Секта. Ну, что сказать, я говорю, у них нет этого, у нас есть это. Она опять секта, я выключил. Другой заходит, я брошенный, один, одинокий. Ну, видно, мужчина, говорит, лет пятьдесят. Я один. Я говорю, а почему же не работаете? Ну, меня выгнали. Хорошего работника не выгоняют. За ним гоняются, узнают, приглашают. Больше не звоните. Правда, не позвонил. Хотя, это хорошо. Событие. Полез на вторую голубятню. Голуби все до одного перелетели на первую. Переселились. Ну, причина какая-то. Вчера только при дне, в одном свете, увидел там два кладбища. Голубей кто там дерет. Одни крылышки, это как потник. Ну, в общей сложности, может, голубей двадцать задрано. Белые и два черных только. Что делать? Посмотрел, где дыра проникновения. Выставил там двадцать один капкан. Время-то идет. Капканы. Привязать надо их было. А если это кошка наша? И вот к вечеру только сумел всех достать. Рыжая сбежала там, где наши есть. Эту мы лечим, что-то у нее там покусали ее или кто разъедет. Каждый день ей тут мажут перекисью, потом особым лекарством белое. И Буску только к вечеру явилась. Я боялся, она попадет там. Вот теперь со мной они в комнате. Все сюда перетащил. И почему? Потому что полезен, она попадет. Переднюю ногу ее перебьет. А без передней ноги она не кошка. Она передними ловит, главное-то. Ну вот пока здесь сегодня ночь прошла, ничего нет. Сижу передо мной, перед глазами. Налево тут первая голубя от них, вторая. Это события. Дети купаются каждый день. Играть рядом нельзя. Окна побьют. Мяч охота им пинать. С этого выйти на улицу тут. Дорога нельзя. Я не могу приучать траву выкосить. Бегать стерния тоже им неудобно. Сказал сегодня ведите их туда, где был лагерь. Наш лагерь всегда. И там бурова, трава, столбы стоят, футбольное поле, волейбольное. Там у городки играть можно. А открытием теннисный стол. Ну то есть очень много. Они здесь качаются да и купаются. Но сегодня сказали, деревенские придут позже. Поэтому вечером, видимо, к вечеру ближе пойдут туда играть. Для нас это уже событие. Событие. Володя с Никитой закончили обработкой, которые там у нас были вывезены на первый мостик, обрабатывать их. С Никитой тут он как попало сделал эту... Ну как факел, который держишь, промазывать, и все отлетело. Потом он сам пошел и сделал. Это тоже в ролике будет показано. То есть изменения есть какие-то. Это событие для нас, это событие местного масштаба. Приехал батюшка тут, долго разговаривал с Мариной Черновой. Что разговаривали? Она готова остаться и дольше. 2 августа закрыть. А раньше было 28-го. Она приехала с сыном, с Колей. Парнишка такой, что требуется, кажется, внимания. А внимание простое. Он ничего не слышит и не видит. Он отсутствует, его нет нигде. И работать не хочет. Два их таких. И чего, помаленьку. Движется вперед, уже начинает что-то руками шевелить. Это вот все наши события за один день. В интернете только-только заглянул где-то. И сегодня прислали там книгу Илая посмотреть. Вот что есть. Я как-то кратко посмотрел. И везде отзывы положительные. И детям надо. Это выдумка, что касается божественного, пророчества или Евангелия. Крайне негативно воспринимаю. Никак. Все это семена лжи попадают в душу ребенка. Другое дело. Фильм Иеремии, Исфирь, Авраам, Иосиф, Моисей. Тут все понятно. Тем более фильм Иисус по Евангелию от Луки. Вот. Это фильм. А такой, который касается священного. И какая-то книга. Он и лая это придумывает. Говорит и лает всю жизнь тогда. Лая. Ну и нахваливает. Не решаясь, чтобы дети смотрели. Выдумка. Даже страсти Христовы показаны. И то папа сказал. Все так и было. Да откуда папе знать так ли было. Я не верю, что так было. И фильм мне этот не понравился. Кровь одна идет. Да он в это время умер бы, Господь, уже до креста. Вот. Но у нас еще что есть. Это я говорю по событиям. Вот наши ресурсы показать. Вот первое. Любимое мной. Это Mail.ru. Мой мир. Вот он как выглядит. Мой мир. Кое-что уже переносится. Я все переношу. И далее можно показать ленточный вариант. Вот он у нас. 1600 тем. Новое сообщение вот это взять. И дальше поиск общий. Зарядить. Что очень-очень богатый. Ну и естественно наш видеоканал. Канал вот здесь уже поставил. Из храма подарки от Жириновского. 21 просмотр. А батюшка считает о свободе и как ее поднимать и ныне. И все один просмотр. В 21.1. Сколько всего 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 выставляют. Я только замки снимаю. И православный библейский сайт. Вот 55 тем разбитые. 410 за 4 вопроса. Поэтому беру что-то отдельное. Вот о войне. Некоторые вопросы. И тогда озвучиваю. Вопрос 1571. Шестой том открытым оком. Евреям 11.34. Угошали силу огня. Избегали острия меча. Укреплялись от немощи. Были крепки на войне. Прогоняли полки чужих. Почему в этих строках апостол ставит заслугу пророкам и их участие в боевых действиях. Хотя уже была дана заповедь не убей. Ответ. Это я даю ответ. В университетах когда вел занятия техникум, школах, милиции, воинских частях. Уж не знаю где на радиопрограммах. Полный текст выглядит так. Евреям 11.32.35.39. И что еще скажу. Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне и Ифае, о Давиде, Самуиле и других пророках. Которые верой побеждали царство. Творили правду. Получали обетование. Заграждали уста львов. Угошали силу огня. Избегали острия меча. Укреплялись от немощи. Были крепки на войне. Прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замущены были не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресенье. Все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного. Подчеркнутые слова указывают, что речь идет не о пророках только, но и о всех, кто был в вере. Жены, получавшие умерших своих воскресшими. Это ясно, что не пророки. А напротив того есть те, кто получал благодеяние от Бога через пророков. Пророки исполняли то, что им заповедал Бог. Освободить землю от изживших себя народов. Это дело было и делом пророков. 1 царств 15.32-33. Потом сказал Самуил, приведите ко мне Агага, царя Амаликистского. И подошел к нему Агаг, дрожащий, сказал Агаг. Конечно, горечь смерти миновала. Но Самуил сказал, как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами, пусть лишена будет сына. И разрубил Самуила Агага перед Господом в Голгале. Видите, какие ответы. Это мне вопросы задают. Дальше. Еще возьмем один вопрос. Вопрос 1565. 6-й том открытым оком. В письме блаженного митрополита Антония Храповицкого, Высокопресвященному Сергию Строгородскому, есть строки. Вы забыли о существовании белых армий, занимавших большие территории, в пределах которых мы находились, организовав временное церковное управление и благословляя оружие, поднятое для освобождения Родины от мучителей. Не за нарушение ли слов Господа? Матфея 26, 52. Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч мечом, погибнут. Постигали и постигают беды Русь, а священство за такое вот благословение и гибло, и гибнет. И как давно укоренился сей обычай благословлять оружие вопреки недвусмысленным и ясным словам Господним. Какие вопросы задавали мне к нам, кто приходил, священники, которые вели где-то занятия, они говорят, ничего подобного не было. У них как кухонный. У нас люди знали Писание. Притом все здесь были. Все и городская администрация, Краевая, и ФСБ приходили. Ответ. Митрополит Антоний, как и бывший до него и народившийся после, они все выходцы из той же, воцерковленной в кавычках, среды. И есть чада по духу той православной традиции и тех корней, соки которых текли и будут течь в них. Потому что истинного, настоящего, по слову Божьего рождения, они не имели. Все, что они знали, было столь глубоко укоренившееся в них, что они за эту ограду и не взглянули до смертного часа, что есть, быть может, где-то прямая дорога ко Христу. Сегодня за Лиен свопят, а ведь эти Антонии подвели к этой пропасти доверившихся им казаков. Сталин же в сговоре с английскими масонами был лишь отмститель, взявший меч, и вывез казаков с их семьями в союзное истребление в ГУЛАГе. Пусть Антонии ответят, почему Бог так непреклонно и настойчиво побуждал Израиля согласиться с ним и идти в плен безропотно и без войны открыть ворота столицы халдеям. И почему церковники так упорно были и тогда, и всегда, не желая подчиниться этому приказу Иеговы. Иеремия 38, 2, 4, 17, 24, стихи 38 главы. Так говорит Господь, кто останется в этом городе, умрет от меча, голода и моровой язвы, а кто выйдет к халдеям, будет жив, и душа его будет ему вместо добычи, и он останется жив. Так говорит Господь, непременно предан будет город сей в руки войска царя Вавилонского, и он возьмет его. Тогда князья сказали царю, да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе. И руки всего народа, говоря к ним такие слова, ибо этот человек не благоденствие желает народу всему об бедстве. Тогда Иеремия сказал Седеке, «Так говорит Господь, Бог самого, Бог Израилев, если ты выйдешь к князьям царя Вавилонского, то жива будет душа твоя, и этот город не будет сожжен огнем, и ты будешь жив, и дом твой, а если не выйдешь к князьям царя Вавилонского, то этот город будет предан в руки халдеев, и они сожгут его огнем, и ты не избежишь от рук их». И сказал царь Седеке Иеремии, «Я боюсь иудеев, которые перешли к халдеям, чтобы халдеи не предали меня в руки их, и чтобы те не надругались надо мною». И сказал Иеремия, «Не предадут, послушай глаз у Господа в том, что я говорю тебе, и хорошо тебе будет, и жива будет душа твоя. А если ты не захочешь выйти, то вот слово, которое открыл мне Господь, вот все жены, которые остались в доме царя Иудейского, отведены будут к князьям царя Вавилонского, и скажут они, «Тебя обольстили и превозмогли друзья твои, ноги твои погрузились в грязь, и они удалились от тебя, и жен всех твоих, и детей твоих отведут к халдеям, и ты не избежишь от рук их, но будешь взят рукой царя Вавилонского, и сделаешь то, что город сей будет сожжен огнем». Главное, сделаешь то. И сказал Сидеки Иеремии, «Никто не должен знать этих слов, и тогда ты не умрешь». И потом, какую кровавую похлебку им пришлось вкушать долгие страшные годы и пленения. Иеремия 12.10. «Множество пастухов испортили мой виноградник, и стоптали ногами ущасток мой, любимый ущасток мой, сделали пустую степью». Это не просто история, а уроки для нас, для наших попов, чтобы не повторить трагедию Израиля. 1 Коринфян 10.6.11 «А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Лука 13.3.5 «Нет, говорю вам, если не покаетесь, все так же погибнете». Это дикое лжеучение о пользовании оружием по образу Ветхого Завета вошло в церковь уже в первые века, почему против этой заразы были приняты каноны, отлучающие от церкви тех, кто вновь возвращался на свою блевотину, сложив прежде мирские военные чины. Василий Великий, 8 правило. «Находящиеся на войне идут на поражение супротивных с явным намерением не устрашить, не вразумить, но истребить их. И есть вольный убийца бросил так острое железо, что удары от тяжести железа и от остроты его и от стремления через большое пространство выстрел. По необходимости надлежало быть смертельным. Есть вольное убийство. Это и никакому сомнению не подлежит». Убиение на броне отцы наши не вменяли за убийство, извиняя, как думается мне, поборников целомудрия и благочестия. Но, может быть, добро было бы советовать, чтобы они, как имеющие нечистые руки, три года удерживались от приобщения только святых тайн. Василий Великий, правило 13-е. Вальсамон и Зонара согласно замечают, что предлагаемый Василием Совет вообще не было употребляемых действий, как по неудобству, так и по уважению в начале всего же правила, изложенным сноска под правилом. Я спрашиваю, от кого неудобство? От того, что действия воинов несовместимы со званием христианина, а царю христолюбивому никак не обойтись без христолюбивого воинства. Неудобство сравнения с учением Евангелия, а значит, и неуважительно будет ко всем, кто будет интереса отчизны, блюдет. Царя, как же на три года отучить от причастия? А значит, и тех священников, которые были на войне, и тех, кто их послал, а значит, и царя, и по неуважению ко Христу, к Новому Завету, и к Евангелию, пусть уж воюют. А сейчас прилукавейшие попы придумали еще лучше, что если в правилах говорится, что ясно, что на войну идут убивать на поражение супротивных с явным намерением не устрашить, невразумительно истребить их, то они и говорят, что сегодня воины идут не убивать, а идут с саложатого армии, чтобы быть убитыми. Может быть, этой присказкой попы хотят показать, что в местных локальных войнах идет такое чудовищное предательство, что воевать не с кем. их просто привозят, их просто привозят, убивают и потом привозят домой хоронить и канонизируют этих желторотых воинов родионовых. Христианская община первых веков до пятого века определенно признавала в лице своих руководителей, что христианам запрещено всякое убийство, а потому и убийство на войне. Так, во втором веке перешедший в христианство философ Татьян считает убийство на войне так же недопустимым для христиан, как всякое убийство, а потому почетный воинский венок считает непристойным для христианина. В том же столетии Афиногор Афинский говорит, что христиане не только сами никогда не убивают, но и избегают присутствовать при убийствах. В третьем столетии Климент Александрийский противопоставляет языческим воинственным народам мирное племя христиан. Но всего яснее выразил отвращение христиан к войне знаменитый Оригин. Предлагая христианам слова Исаии, что придет время, когда люди перекуют мечи на плуги, окопья на серпы, он совершенно определенно говорит, мы не поднимаем оружие ни против какого народа, мы не учимся воевать, искусству воевать, ибо через Иисуса Христа мы сделали с детьми мира. Отвечая на обвинение с цельством христиан в том, что они уклоняются от военной службы, так, по мнению цельца, если только Римская империя сделается христианская, она погибнет. Оригин говорит, что христиане больше других сражаются за благо императора, сражаются за него добрыми делами, молитвой и добрым влиянием на людей. Что же касается борьбы оружием, то совершенно справедливо говорит Оригин, что христиане не сражаются вместе с императорскими войсками и не пошли бы даже в том случае, если бы император их к этому принуждал. Также решительно высказывается Тартулиан о невозможности христианина быть военным. Не подобает служить знаку Христа и знаку дьявола. Говорит он про военную службу крепости света и крепости тьмы. Не может одна душа служить двум господам, да и как воевать без меча, который отнял сам Господь. Неужели можно упражняться с мечом, когда Господь сказал, что каждый взявшийся за меч от меча и погибнет, и как будет участвовать в сражении Сын мира? Безумствует мир во взаимном кровопролитии, говорит знаменитый святой Киприян, и убийство, считаемое преступлением, когда люди совершают его поодиночке, именуемое добродетелью, если делается в массе. Преступникам приобретают безнаказанность умножения ярости. В четвертом веке лактанцы говорит тоже, не должно быть никакого исключения в заповеди Божьей, чтобы убить человека всегда грех. Носить оружие не дозволено, ибо их оружие только истина. Вот несколько житий святых. 7 ноября Иерон, царство Недиоклетиана, одного из длитейших гонителей христиан, начало четвертого века, он повелел записать в войско всех угодных к военной службе мужей, юношей, но Иерон отказался идти с ними, считая для христианина вредно иметь общение и служить вместе с поклонниками. Страница 136. Ночью блаженному Иерону явился некто, одетый в любую белую одежду, и возвестил ему кротким и полным любви голосом «Спасение, Иерон, благовествую я тебе правым путем идешь ты, так как идешь подвязаться за царя небесного, не за скорой гибнущую славу земную будешь оратовать». 21 апреля страница 314. Мученик Федор вместе с другими юношами был приведен и Федор на военную службу призван. Военачальник возложил на него, как и на остальных юношей, воинский знак, форму надел. Но святой Федор немедленно сбросил его с себя, сказав «Я знаменую над чревом Матери моей моим небесным царем Господом Иисусом Христом и не желаю быть воином для другого царя». И был казнен. 3 февраля Роман Угличский не хотел сопротивляться Батыю страница 38-я кавычки открыты. Не сопротивляться бесплодно, а спасти город и жителей изъявлением покорности татарам. 19 августа Андрей стратил ад. Андрей был тысяченачальником, полковником. От него уверовало 2593 воина. И когда они уходили от преследовавших их, то вошли в ущелье и ждали своих убийств. К ним обратился святой Андрей с речью. «Друзья, братья и дети мои, ныне время благоприятное, ныне день спасения. Будем жизненадушны и твердо стоять в любви Божией, как повелел нам Господь, и не станем поднимать рук наших на преследующих нас, но поднимем их к Богу с молитвой и благодарением за то, что Он дал нам дожить до сего времени, когда мы получим наследие со всеми святыми пострадавшими за Него». Итак, будем молиться Ему, как молился святой первомущеник Стефан, когда иудеи побивали его камнями, говоря, «Господи Иисусе Христе, приими души рабов Твоих, которые мы передаем в руки Твоих». Когда они так молились, их настиг селевк со своими воинами, обнажив мечи и заскрежетав зубами, они, как звери, бросились на садо Христово. Святые же воины Христовы, хотя как храбрые и опытные в бою, и могли бы защитить себя в этом тесном вместе с одним только проходом от рук убийц. Но, подражая Господу своему, как незлобивые агнца отдались убийцам своим на заклание. Преклонив колено, они протянули шеи свои на заколение под мечи, и воины Селевка, без милосердия, посекая их, в короткое время всех перебили. Пострадали они в воскресный день, во втором часу дня. Кавычки закрыты, страница 236-я. И вот, что известно из истории церкви, в честь отказников, а службы нет поименованных храмов нигде, и может статься, что и никогда не было. А чего же так? Не потому ли, что и память их не торжественно отмечается, и народ об их житиях не знает ничего, и как бы и не было таких святых, но бесчетное число раз повторяется только те подвиги тех святых, что выгодно трактовать для существующего строя. И даже явным безбожникам нравятся поступки те, и они в свои ордена вставляют образы этих воинственных, поступавших по-не-по-христиански. Вот почему безбожники постоянно муссируют только один подвиг святого Сергия Радонежского благословил на войну с татарами за независимость Родины, дал двух иноков на войну, хотя это есть прямое нарушение канона в церкви, кавычки открытые, епископ или пресвитер или диакон в воинском деле упражняющийся и хотящий удержать ибо оба, то есть римское начальство и священную долнушку, да будет изверженность священного сана, ибо кесарево кесарево божие боговы. Апостольское правило восемьдесят третье. Учиненным единожды в клир и монахам определили мы не вступать ни в воинскую службу, ни в мирской чин, иначе дерзнувших на сие и не возвращающихся с раскаянием к тому, что прежде избрали для Бога предавать анафеме. Шестой Вселенский собор седьмое правило. Василий Великий 59 правило. Убийца есть тот, кто нанес смертный удар, хотя бы и не первый бил или отмщал. Василий 43 8 Посему остается подвергнуть исследованию душевную силу раздражения, когда она, уклонившись от благого употребления негодования, впадет в грех. Много бывает от раздражения греховных дел и всяких зол, но отцам нашему угодно было иных из них не входить в многую подробность, и не признали они требующим многого попечения, врачевания, всех согрешений от раздражения происходящих. Писание возбраняет не только легкую рану, но и всякое злоречие или хуление. Колоссиам 3.8 и Фесянам 4.31 И все подобно от раздражения происходящего, но они только против злодеяния убийства положили предохранение випетебьях. Разделяется же сие злодеяния по различию убийства, вольного и невольного. Вольное убийство во-первых есть то, на которое с намерением дерзнул решившийся на сие самое злодеяние, да совершит оное. Во-вторых, и то полагается между вольными убийствами, когда кто сопротивоборстве, бия и будущий бием наносит рукою раны в некое опасное место, ибо едины яростью объяты и стремлению гнева предавшийся во время страсти, не приемлет в ум ничего могущего пресечить зло. И так убийство, происшедшее от сопротивоборства, приписуется действию произвола, а не случаю. Невольное убийство имеют известные признаки, когда кто, имея в намерении нечто другое, случайно учинить тяжкое зло. Из их вольное убийство требует троякового протяжения времени для тех, которые обращением врачуют произвольные преступления. Для них полагается три девятилетия с назначением по девяти лет на каждой степени покаяния. Кающийся да проведет в девятилетнее время в совершенном отлучении с преграждением у входа в церковь. Столько же других лет да приводит в степени слушающих, сподобляясь токма слушаний учителей и писаний. В третьем же девятилетии да молится с припадающими в покаянии. Посему да приступает к общению святых тайн. Явно же есть яко и за таковым тоже наблюдение иметь будет домостроительствующий в церкви и по усмотрению обращения сократятся для него продления симптома. Так что вместо девяти на каждой ступени покаяния положится или восемь или семь или шесть или токма пять лет. Если великостью покаяния упреждает он время и ревность в исправлении себя превосходит тех, продолжительное время менее и деятельно ощущает себя скверно. Невольное же убийство признано достойным снисхождения, но не похвальным. Сие сказал я, дабы явным сотворить, яко если кто, хотя невольно будет осквернен убийством такого, как уже садиваешься нечистым, через нечистое дело, правило признало недостойным священническом благодати. Каждое, какое же время назначено для ощущения просто блуда, столько же заблагорассуждено положить и для невольных убийств, при том с рассмотрением и здесь расположения кающегося. Таким образом, если будет истинное обращение, то да не соблюдается число лет, но с сокращением времени доведется кающийся к возвращению в церковь и к причастию святых тайн. Если же кто не исполнив времени покаяния определенного правилами, отходит от жизни, то есть умирает, то человеколюбие отцов повелевает да причастится святых тайн, и да не без напустия отпущен будет вон последнее и дальнее странствие. Но если причастившись святых тайн, снова возвратиться к жизни, да ожидает исполнения значенного времени, находясь на том степени, на котором был прежде данного ему по нужде приобщения. Григорий Ницкий, пятое правило. А я говорю вам, не клянись вовсе никак клятва, присяга, возбраненного и особенно на зло. Василий Великий, двадцать девятое, десятое, семнадцатое правило. А что есть на земле большее зло, как убийство? Если просто убить грех, отлучающий на двадцать семь или на двадцать лет от церкви, Григорий Ницкий, правило пятое, то какое, то как убийство перестанет быть таковым, если тебя оденут в особую форму, прилепят сатанинский знак на лоб, страшную звезду, третья езда, пятнадцать, тридцать девять, сорок четыре. Тогда иди, убивай, забыв Бога. Или надо просить благословения патриарха на убийство тех, кто не знал меня в себе, не звал в сторону для наведения порядка или беспорядка. Поучение святого Иоанна Затауста, Василия Великого, Григория Богослова и других великих учителей православной церкви любая клятва абсолютно, категорически в любом выражении навсегда запрещена Богом. И потому давать присягу клятву совершенно запрещено по Евангелию и канонам церкви и по святым отцам. И если все же дал ее, то в писемном виде откажись от нее, уверовав в Госпом Христа и приняв святое крещение, и все бывшее будет смыто кровью Христа. Что, разве Антоний Храповицкий не знал этих правил? Или он считал, что ему позволено их не признавать? Тогда для чего ему нужно было благословлять против большевиков армии белых? И как теперь видим, это была совершенно пустая экзотеакция, приведшая к исключительно тяжелым последствиям. Из-за этого его не канонизировать нужно, отлучать от церкви. Аминь. Ну вот это то, что у нас есть событие как бы.